Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам предлагаю рецепт блинов на масленицу. По этому случаю поздравляю всех с масленицей. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой и сладкой, как сегодняшние блины. Блинчики я буду готовить на заварном тесте. Это тесто готовится очень просто и всегда получаются. Наши блинчики точно не получатся комом. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь и ставьте лайк, если рецепт вам понравится. Для приготовления наших блинчиков нам понадобится мука, яйца, сахар, молоко, вода, кипяток, растительное масло, разрыхлитель, соль и экстракт ванили. Сначала нам нужно подогреть молоко. На одну минуту я ставлю в микроволновую печь молоко, чтобы его разогреть. Затем в емкость выбиваем 3 яйца и накладываем 3 столовые ложки сахара. Яйца с сахаром нам нужно хорошо взбить. Взбивать яйца с сахаром можно миксером, но я взбиваю венчиком. Я не любитель взбивания миксером теста для блинов. Все-таки я советую взбивать венчиком. Добавляем немного экстракта ванили, но это по желанию, это совсем не обязательно. И хорошо продолжаем взбивать. Затем добавляем 300 мл подогретого молока. В муку добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и пол чайной ложки соли. Хорошо перемешиваем и просеиваем муку в заранее замешанное тесто. На моем канале есть другие рецепты выпечки, тортов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и точное количество ингредиентов. У меня рецепты вкусные, проверенные. Венчиком хорошо перемешиваем муку. Перемешиваем до однородности. Пока мы продолжаем перемешивать, нужно поставить кипятиться воду. Когда тесто станет однородным, добавляем растительное масло. Именно в этот момент. До этого растительное масло добавлять не надо. Вода закипела, добавляем 250 мл кипятка. И продолжаем замешивать. Тесто готово. Вот такое оно получается по однородности. Сейчас я вам покажу консистенцию. Вот такая консистенция. Совсем жидненькая, однородная. Но в то же время очень хорошее тесто. Очень легко на нем обжаривать блины. Блинчики получаются тоненькие. Для любителей тоненьких блинов. Выливаем неполный половник теста. Немного вот так поворачиваем сковороду. И когда блинчик схватился, буквально через минуту переворачиваем на другую сторону. Оставляем еще на 30 секунд. И выкладываем на тарелку. Я сразу жарю на двух сковородках. Так быстрее. Одна сковородка у меня диаметром 18 см, другая 16 см. Из данного количества теста у меня получилось 12 блинчиков. Вот я вам сейчас показываю ажурные дырочки на блинчиках. Зварные блинчики отличаются от других рецептов блинов тем, что получаются тонкими и с огромным количеством ажурных дырочек. Но в то же время тесто очень прочное. И также эти блинчики можно фаршировать. Перекладываем блинчики на блюдо. Сворачиваем в трубочку, в треугольник, так как вам больше нравится. Подаем к чаю с вареньем, с медом. Это один из самых удачных рецептов блинов. И я вам советую их приготовить на масленицу. Всем желаю приятного аппетита. И до новых встреч с новыми рецептами. Субтитры сделал DimaTorzok